Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им было семь трупов. Трупы в Библии во многих местах используются для собирания народа, для каких-либо целей. Чаще всего эта цель — это война. Мы видим во многих местах, в частности, в Новом Завете, мы видим Матвей, 24 главе, 31 стихе, говорится, «И пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Здесь говорится о тех самых трубах, то есть книге Откровения, говорится, что они звучат для того, чтобы собрать Божий народ. Ну, кроме того, что просто собирается Божий народ, эти трубы, как во многих местах Библии, они, мы с вами когда-то сегодня будем касаться, изучать эти трубы, они совпадают и с определенными действиями, вроде как военными действиями. В Библии во многих местах трубы упоминаются как собирание людей для войны, на сражение. В книге чисел, например, в 10 главе мы читаем, в 9 стихе, «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». В книге Судей, в 3 главе, мы видим, что Гедеон, когда ведет людей на войну, также написано, придя, вострубил трубой на горе Ефремовой, и сошлись с ним сыны Израилева с горы, и он шел преди них. То есть, звучание труб, оно осуществует военные действия. И также в первом послании Каримфина апостол пишет, если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Итак, мы видим с вами, что 7 этих труб, однако в отношении седьмой трубы, забегая вперед, я скажу, происходит нечто совсем другое. Что мы читаем про седьмую трубу? Это другая функция труб, которая видна в Библии. Трубение труб, когда коронуется царь. То есть, когда царь восходит на престол и приходит к власти. Мы можем с вами сейчас открыть, просто даже в книге Откровения, прочитать в 11 главе Откровения, написанном в 15 стихе, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на нем громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделывать царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Перед этим в книге Откровения в 10 главе мы видим пророчество о том, как это произойдет. Но в те дни, когда... 10-7, Откровение 10-7. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Что это такое тайна Божия, которая совершится, о которой Бог изначально благовествовал? О том, что Христос воцарится. То есть, трубение с седьмой трубы — это однозначно трубение на инаугурацию, на коронацию царя. То есть, когда царь приходит на свое царство. Мы видим с вами во многих местах в Библии, в ветхозаветном периоде в Израиле, когда цари вступали на царство, было трубление труб. Например, в первой книге царей, это в синодальном переводе третья книга царств, в первой главе 39 стихе я читаю. «И взял в садок священник Рок с елеем из кини и помазал Соломона, и затрубили трубой, и весь народ восклицал, доживет царь Соломон». Не только при Соломоне, практически все цари, когда воцарялись, было трубление труб. Итак, седьмая труба понятна. То есть, седьмая труба — это тогда, когда Иисус уже идет пришествие на землю, и когда Христос воцаряет над своим народом, который был на этой земле. То есть, это 144 тысячи, которые, не увидев смерти, принимаются в это царство, и умершие праведники, которые воскресают для того, чтобы присоединиться к царству Христа. Но это седьмая труба. А перед седьмой находятся шесть других труб. И что они означают, мы с вами только что видели, то, что это собирание Божьего народа, и это какие-то военные действия. При этом, читая эти шесть труб, мы с вами увидим, что собирание идет не только среди Божьего народа, но и среди врагов, среди противников, то есть тех, с которыми идет эта духовная война. Итак, ну, вначале, приступая к тому чтению первой, второй, третьей трубы, давайте отметим, что происходит изначально перед этими трубами. Потому что восьмая глава книги Откровения указывает на то, что происходило перед этим, в седьмой главе. А в седьмой главе происходит запечатление 144 тысяч. Мы с вами говорили о том, что эти 144 тысяч — это фактически ядро Божьей армии, это, так скажем, духовные спецназы, это те люди, которые остаток в последнее время, которые одержали полную победу над грехом, это Божьи свидетели. И их запечатление, то есть кристаллизация этого остатка 144 тысяч, очень важна для процессов, которые происходят на Земле. Когда мы читаем «Трубение труп» в восьмой главе, мы с вами сейчас увидим некоторые моменты, которые указывают на связь с запечатленными 144 тысячами и многие процессы, которые происходят, то есть 144 тысяч в них как-то участвуют. В восьмой главе книги Откровения в третьем стихе мы читаем. «И пришел иной ангел и встал перед жертвенником». Это то есть после того сразу, как Иоанн видит, что семь ангелов стоят с семьей трубами. И после этого он видит другого ангела, который приходит, встал перед жертвенником, держа золотую кадельницу. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом». Алтарь. Алтарь находится в освятилище. Но, в общем-то, картина достаточно понятна любому человеку того времени, который знает, что перед сражением приносились жертвы для того, чтобы Господь благословил армию, которая идет на сражение. То есть мы здесь видим фактически весь этот язык подготовки к битве. Трубы, которыми трубят, чтобы собралась армия, и жертвенник, на который приносятся жертвы. Кстати, это было тоже не только среди евреев. Все язычники это делали, но язычники ставили алтарь прямо там, на поле перед армией. У израильтян, естественно, других жертвенников не было, и жертва приносилась в храме. Но это делалось как часть молитвенного служения, чтобы Бог благословил израильтян в том, что предстоит у них, то есть какие-то военные сражения. То есть здесь мы видим тот же самый язык. Трубение труп, алтарь. Ангел приходит, ангел кладет курение на жертвенник. И вознесся дым фемиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. То есть ангелы участвуют в том же самом процессе, которым участвуют люди Божии на земле. То есть молитва о том, чтобы Бог благословил. Когда мы говорим про духовную войну, то это понятно, что это такое. То есть это война против греха, это война против нечистых духов, это проповедь Божьего слова в этом темном мире, чтобы освободить людей из духовного плена. То есть мы читаем с вами в пятом стихе. «И взял ангел кодильницу и наполнил ее огнем с жертвенника. И поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить». Итак, для того, чтобы они начали трубить, для того, чтобы началась вот эта мобилизация, вот должно было произойти что-то. Он берет кодильницу и повергает ее на землю. Какой-то небесный процесс связан здесь с земным процессом. И что происходит на земле? Голоса, громы, молнии и землетрясения. Обычно, когда мы читаем эти стихи, мы видим, что это какое-то плохое влияние идет на землю. То есть понятно, что землетрясение — это уж точно. Это катастрофы, то есть люди погибать могут и так далее. Молнии — то же самое. Но когда мы говорим про голоса и громы, это несколько другое. То есть в казнях Божьих, которые могут на земле происходить, голоса, громы обычно не фигурируют. Голоса и громы — это обычно что-то другое. Это какое-то средство коммуникации. Это какая-то положительная связь с тем, что происходит на земле. Для чего это нужно? Что это может означать? В книге Откровения ближайшее место, где тоже упоминаются громы и голоса, это десятая глава книги Откровения, третий стих. И там очень интересно. И воскликнул громким голосом, это ангел, как крыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Там это говорится. И написано, что Иоанн хотел записать, что они проговорили, но ему было сказано не записывать. У Эллен Уайт в «Трудах духа пророчества» говорится о том, что эти семь громов в определенный момент произнесут пророчество, то есть произнесут, когда конкретно будет пришествие Христа. Но это поймут только божьи люди на земле, то есть только божий остаток, для всех остальных это будет как гром. Может ли быть так, что вот это в восьмой главе упоминания и в десятой главе упоминания о голосах и громах, они как-то взаимосвязаны? Мы не можем не заметить еще одну связь. То, что кодильница с жертвенника берется огонь, то есть углеогонь, и повергается на землю, это должно произвести какие-то изменения в людях. И для того, чтобы понять, какие изменения, мы должны посмотреть, где еще в Библии мы видим, когда люди или человек каким-то образом контактируют с огнем от небесного жертвенника. И мы это с вами видим только в опыте пророка Исаии. В шестой главе пророка Исаии, стихи 6 по 8, мы видим, ну, в общем-то, вся шестая глава, это видение пророка Исаии небесным святилищем. Он видит себя там, и он видит, что Господь говорит ангелу взять уголь с жертвенника, прилететь и прикоснуться к уст Исаии. И Исаия очищается и получает дар пророчества. Он становится пророком. То есть вот этот уголь от жертвенника, он, быть может, на нечестивцев, он и оказывает катастрофическое действие. То есть как наказание. Но для божьих людей действие прямо противоположное. Для божьего народа огонь с небесного жертвенника или уголь с небесного жертвенника. И приходит как богословение и дополнительная сила, духовные дары, пророчества. Мы это с вами видим в примере пророка Исаии. И мы можем понять, что то, что происходит в 8 главе книги Откровения, то же самое, но в намного большем масштабе. Потому что целая кадильница с жертвенника полностью низвергается на землю. Если там один уголь создает пророка Исаия, то здесь что? Тысячи, десятки тысяч людей. Я не знаю сколько, но большое количество людей получают вот это очищение и благословение от небесного жертвенника, который дает им духовные дары. Понятно, что это необходимо для завершения Божьего дела здесь на земле. И это связано напрямую с семью трубами. Трубы, которые струбят для мобилизации Божьего остатка на земле. Мы с вами видим, что происходит вот это, то есть происходит огонь от небесного жертвенника на человечество и в том числе и на Божий остаток на земле, дает им духовную силу. Происходит и мобилизация. Дальше описывается трубением шести труб, потому что мы с вами видели, что седьмая труба — это фактически коронация, инаугурация царя, то есть когда приходит Христос. То есть вот эти шесть труб, они должны описывать мобилизацию и происхождение, и процесс войны. Процесс войны. При этом мы с вами, когда сейчас будем читать эти трубы, мы увидим, что в основном они описывают процесс, как это происходит со стороны армии врага. Здесь очень мало чего описано в армии Господа. То есть мы должны понять, что армия Господа перед этим непосредственно в седьмой главе запечатление 144 тысяч — это основной процесс. И здесь они уже встречаются с мобилизованным врагом в процессе трубления труб. Откровение 8.6, я читаю. «Семь ангелов, имеющие труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделали сград, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. И второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась морем, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть удушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Давайте сейчас немножко отрешимся от физического процесса, который мы с вами здесь видим. Потому что мы должны понимать, что здесь есть духовная символика. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что такое большая гора, пылающая огнем. Потому что здесь в первой и второй трубе мы видим фактически процесс очень похожий. И в том и в другом случае что-то падает с неба на землю. Но если в первой трубе это как гора, то есть это много небольших камней, то во второй трубе это как бы концентрированным одним большим ударом. Это гора. Но здесь нам поможет знание других текстов Библии увидеть, что это такое. «Гора, пылающая огнем», то есть «горящая гора». Где это есть в Библии? Мы это видим, допустим, в книге пророка Еремии в 51 главе, извините, Еремия, 51 глава, стихи 24-25. «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и прострою на тебя руку мою, и не зри на тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Гора обгорелую. То есть, ну и там в оригинальном, в оригинальном тексте тоже, гора, которая сгорела. И написано, что я не зри на тебя, то есть брошу тебя вниз. То есть, мы видим ту же самую картину. Гора низвергнута вниз, и эта гора горелая, то есть она горит огнем, и написано, что это Вавилон. Что такое Вавилон? Это не просто город и страна, которая существовала там 2,5-3 тысячи лет назад. Это духовная система, ложная религиозная система. Система, которая выдает себя за настоящую религию христианства, но которая таковой на самом деле не имеет. Мы с вами знаем, это во многих местах в Библии упомянуто, описано достаточно хорошо. Мы с вами понимаем, что это за система. То есть, обгорелая гора там у Еремии означает вот это вот, подпавший Вавилон. Здесь, во второй трубе, скорее всего, то же самое. Ну, в таком случае, если вторая труба показывает на вот этот павший Вавилон, то первая труба, мы с вами видим, что в малом масштабе и более многочисленная. То есть, это другие системы религиозные, очень похожие или имеющие какую-то связь. То есть, другие ложные религиозные системы. Апостолы видят, что их источником, в общем-то, является небо. И мы с вами понимаем, что источником всех религиозных систем являются падшие ангелы, которые попали сюда, на Землю. Они создают различные религиозные системы на Земле для того, чтобы, в конце концов, привести все к поклонению сатаны. И в первых и вторых трубах мы видим, что в результате действия этих религиозных систем на Земле погибает большое количество людей. Деревья, трава, которая сгорела, понятно, что здесь вопрос идет не просто растений, то есть это религиозные системы. То есть, здесь, под деревьями и травой, как и в некоторых других местах Библии, имеются в виду именно люди определенные, в разном духовном состоянии. И многие из них погибают из-за воздействия ложных религиозных систем. Если мы будем читать дальше, мы увидим, что тот же самый процесс, он усиливается. Каким образом он усиливается? В книге Откровения, восьмой же главе, дальше читаем третью трубу, в десятом стихе. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод». Хорошо, «звезда, падающая с неба». Что это может означать? Мы с вами знаем, что звездой называют ангелов во многих местах, и в книге Откровения, и во многих других частях Библии. «Падшая с неба». И мы с вами видим дальше, что говорится, что имя всей звезды полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Что означает полынь, что означают горькие воды, мы с вами тоже видим в Библии. В книге Второзакония, в 29 главе я читаю, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины и женщины или рода или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня произращающего яд и полынь». В Еремии, пророке, 9 главе, в 14 стихе, мы читаем, и далее, 14-15 стих. «Ходили по упорству сердца своего во след ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваов, Бог Израилевых. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водой и желчем». Итак, накормление полынью в Библии, и я привел два стиха, но я еще несколько других стихов вижу и могу тоже привести. То есть, напоение или накормление полынью это отравление через ложное религиозное учение, отклонение от Бога. Язычество в основном, мы это видим в Ветхом Завете. Итак, служение другим богам. Итак, звезда, которая падает здесь в третьей трубе с неба, называется полынь, и написано, что оно пало на третью часть реки на источнике вод. Что такое реки, источники вод? Мы видим в Откровении в других местах написано, что это народы, это люди. Она падает на них, отравляет их полынью. То есть, это тот же самый процесс, далее усиленный. Мы с вами видели горящую гору. Здесь это падший ангел, который еще более усиленно отравляет народы ложным религиозным учением. Итак, мы с вами видим, что, в общем-то, первый, второй, третий трубы, это один как бы большой процесс, такой растянутый и усиливающий, идущий от слабого к сильнее, а потом и еще сильнее. Ложная религиозная система. Помните, когда мы говорили в прошлый раз, мы с вами говорили про концепцию времени вообще, как в книге Откровения, вообще в Божьих пророчествах Библии другая концепция времени. То есть, нам не нужно всегда привязывать какую-то вещь, которая описана в книге Откровения, к какому-то определенному историческому моменту. Большей частью этот процесс, он растянут историю, он пронизывает историю, помните, как мы говорили, волокна в дереве, растущие из корня через ствол ветви. И этот процесс отравления ложной религиозной системами человечества, он тоже не происходит в один момент. Он происходит на протяжении всей истории человечества, мы с вами видим, после Адама, после Грохопадения, и они усиливаются и раскручиваются, и мы здесь с вами видим, что оно будет сильнее и сильнее. Но на что еще похоже то, что происходит в третьей трубе? Это похоже на то, что делает ангел Божий перед трублением труб, то, что было написано. Вы помните, перед трублением труб, Божий ангел берет кодильницу с жертвенника, с огнем, и низвергает ее на землю. Для чего? Для того, чтобы от жертвенника эта духовная сила пришла на землю от небесного жертвенника, от небесного священника. Духовная сила должна на земле поднять определенных людей, как в случае с Исаией, сделать их пророками, сделать их духовно сильными для завершения Божьего дела. Так вот, здесь в третьей трубе мы видим похожую картину. Тоже что-то горящее сверху падает вниз. Но в данном случае оно приносит не духовную силу от Бога, не духовную силу от небесного святилища, а наоборот, он приносит полынь. Понятно, ложная религиозная система, но тот же самый процесс. То есть, то, что происходит в третьей трубе, оно противодействует тому, что Бог делает через своего ангела, когда ходильница с жертвенника низвергается на землю. То есть, эта звезда полынь здесь в третьей трубе фактически антагонист той кодильнице, которая была низвергнута ангелом. Мы это все читаем в восьмой главе книги Откровения. Мы видим здесь противодействие в духовном мире, противодействие духовных сил. Следующее, что мы видим, то, что эта земля, кодильница, написано, низвергнута на землю, а звезда падает куда? Звезда падает на воды. Хорошо. Вот это противодействие земли с одной стороны и воды с другой стороны. Мы это видим в откровении во многих местах. И если помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что это символика, то есть земля в Библии это обычно именно Эрес Израэль или это земля, то есть это место Божьего народа. Воды в Библии это обычно воды народов, которые по-еврейски называются Гоим, Гой, по-английски переводят как джентайл. То есть это все другие народы земли, кроме Израиля, то есть язычники, то есть не Божий народ. Именно на них сидит Вавилонская будница, на водах многих, именно от них происходят звери в книге пророка Даниила, четыре зверя один за другим, и именно оттуда из вод выходит зверь в 13 главе книги Откровения, то есть это воды это неверующие, это большая часть это народы земли, из которых происходят все эти процессы, и на них падает вот эта звезда. То есть Сатана в своей подготовке духовной войны и ведении духовной войны понятно, он делает ставку на народы земли. Господь с другой стороны низвергает кодильницу не на воды, он низвергает на землю. И земля в Библии это как противоположность водам, там воды это народы земли, а народы этой планеты, слово земля, то есть эрец, это божий народ, эрец Израэль, то есть божий народ. Мобилизация идет, и следующая атака сатаны, то есть он подготавливает духовные силы своих людей, и следующая атака сатаны идет против чего? Мы с вами читаем четвертую трубу. Четвертая труба. Четвертый откровение 8-12. Четвертый ангел востребил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Затемнение. Затемнение солнца, луны, звезды. Где-то мы видим в Библии в самом начале Библии, что и для чего они нужны. То есть, прежде чем говорить в символическом языке, это тоже важно, но для чего изначально Бог создает солнце, луну, звезды. В книге Бытия в самом начале мы видим, что он их создал для времен и знамений. это один из дней творения, которое Бог создает эти небесные святимы, он создает для времен и знамений. То есть, затемнение их, это должно помешать людям понимать времена и знамения. А язык, который там в книге Петтия употребляет в плане времени и знамений, это не только календарь. Да, понятно, что солнце, луна, звезды, это фактически большой календарь и большая GPS-система, которая висит у нас над головой. Можно много чего понять, но кроме этого там употребляет два слова, времена и знамения, так переведено на русский. Но это может только означать, что, во-первых, это календарь, а во-вторых, это понимание Божьего плана и Божьих пророчеств. То есть, это праздники, Божьи праздники, все Божьи праздники имеют пророческое значение. Это то, что должно происходить, что Бог собирается делать. И затемнение этого, это тоже часть ложной религиозной системы. То есть, это скрывание или не давать людям понять Божий план и Божий план в отношении пророчеств, исполнения их. Кроме того, свет в Библии практически всегда это именно свет духовного видения, духовного понимания. То есть, Давид говорит, что Слово Божие это светильник на гемоей. То есть, благодаря Божьему Слову я вижу, куда идти, как идти, я вижу свой следующий шаг, куда поставить ногу. Затемнение этого, то, что происходит в результате четвертой трубы, означает скрывание от людей Божьего Слова или каким-то образом противодействие Божьему Слову так, чтобы люди пытались игнорировать Божье Слово и, соответственно, в результате не понимать пророчества, не понимать знамений, не понимать времен, не понимать Божьей воли в отношении людей. То есть, весь этот процесс написан в четвертой трубе. Сатана производит это, естественно, благодаря тем людям, тем духовным и человеческим силам, которые он подготавливает в первой, второй и в третьих трубах. Я все-таки вижу, что здесь не обязательно последовательность одно после другого, а так, как мы с вами говорили в Библии, что ничего нового нет, но каждая новая вещь, она произрастает и ее зачаток он в прошлом. То есть, как волокна в ветке дерева, они идут из корня, они уже есть в корне. Мы с вами в прошлый раз говорили об этом. Точно так же все эти четыре трубы, они идут как разворачивание такой картины, но ничто из этого не является абсолютно новым. То есть, мы не можем сказать, что в каком-то веке, в каком-то году этот процесс начался, а до этого его не было. То есть, эти процессы, они были изначально. Они разворачиваются сильнее, они усиливаются, естественно, по мере того, как мы приближаемся к концу. Следующее, что мы видим, вот здесь интересный момент, здесь момент, который показывает на то, что есть какой-то промежуток времени между четвертой трубой и пятой трубой. Вот как будто пятая труба, она начинается несколько позже, после того, как первые четыре трубы развернулись. Почему мы это видим? Потому что в книге Откровения в 8 главе в 13 стихе мы видим какую-то интерлюдию. 8-13. «И я видел, и видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Итак, получается, что вот последние три ангела, они еще не трубили. То есть первые четыре трубы, мы с вами видим их на протяжении истории. Ну, мы понимаем, что на протяжении истории эти процессы идут, но они разворачиваются, они усиливаются. И после этого мы видим Божие предупреждение, что вскоре в какой-то момент начинает трубить пятый ангел, а потом шестой и седьмой. и вот при их трубении что-то новое должно происходить на земле. Вот это интересно. Седьмое это все понятно. И в отношении седьмого ангела это горе, оно горе для грешников, для неверующих, потому что это воцарение Христа, при котором, не знаю, при втором пришествии Божий народ будет поднят от земли, а на земле будет катастрофа, в результате которой погибнут все оставшиеся на земле, и драхон, то есть она останется в одиночестве на долгое время на земле. Но вот четвертые и пятые трубы, здесь действительно происходит что-то экстраординарное. Им апостол Иоанн уделяет намного больше времени, четвертые и пятые трубы, и извините, пятые и шестые трубы. И вот давайте начнем читать. И мы с вами увидим, что это то, что в общем-то не похоже на предыдущий процесс, на то, что происходило на земле до этого. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Если вы читаете в русском тексте, то складывается такое впечатление, как будто еще одна звезда падает на землю. Однако, если вы читаете в греческом тексте и даже во многих английских переводах, то вот этот глагол, я увидел звезду падшую с неба на землю, вот это слово падшее, оно стоит в прошедшем совершенном времени, то есть, что я увидел ту звезду, которая уже упала на землю, что ей был дан ключ от кладези бездны. То есть, здесь ссылается на звезду, которая была упомянута до этого. До этого была упомянута звезда, та самая звезда полынь, о которой мы говорим, что это падший ангел, понятно, что это сатана, и понятно, что да, он отравлен, он создает ложные религиозные системы, а здесь говорится, что в этот момент при трубении пятой трубы у него появляется ключ от кладеза бездны, чтобы открыть кладезь бездны. Что значит бездна? Вот это слово абиссус греческое, абисс на английском, что оно означает? это слово мы встречаем в нескольких местах в Библии, и что оно означает? Вот допустим, в Евангелии Луки в 8 главе 31 стихе ангелы, которых Иисус собирается изгнать из людей, они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, но чтобы дал им стадо свиней. Что это означает? Он собирается изгонять демонов, падшие ангелы, демоны, нечистые духи, он собирается изгонять их из людей, и они просят, чтобы он не изгонял в бездну, но чтобы дал им стадо свиней. Получается, что бездна это вот когда у них нету тела. следующий момент книги Откровения в 11 главе написано, что зверь, который выходит из бездны. В 17 главе Откровения тоже про зверя говорится, что он выйдет из бездны. И в 20 главе книги Откровения про сатану уже говорится, что дракон, он не звер в бездну, заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Что такое бездна для этого дракона в данный момент? Это то, что он не может прельщать народы на земле. Почему? Мы читаем в книге Откровения 20 главе, что потому, что на земле не останется никого живых в этот момент. Поэтому ему некого будет прельщать, то есть не будет ни одного человека, телом которого он может овладеть или с которым он может сотрудничать. То есть состояние бездны, и это особенно может ярко видно у Луки 8 главе, когда мы читали про ангелов, демонов, которые Иисус изгоняет из людей, и они просят его не гнать их в бездну, но отдать им хотя бы стадо свиней. Мы видим, что это состояние вот этих демонов на земле, когда у них нет тела. Почему? Мы сами часто видим в Библии, что говорится о том, что они неуютно себя чувствуют без тела. Почему им нужно тело? Потому, что с телом они могут больше всего делать. Ведь эти существа не были созданы для земли. Они имеют другую природу, и они не были созданы для этой планеты, для жизни на этой планеты. Поэтому, когда они были низвергнуты на землю, на эту планету, здесь, на этой планете, они ограничены из-за того, что они не имеют тела. Их природа непригодна для существования в природе нашей планеты Земля. Наши с вами тела, человеческие тела, мы чувствуем здесь себя уютно, мы как рыба в воде. То есть этот воздух, эта земля, эта вода, это все, это наше, оно для нас. Для падших демонов здесь на земле это другая планета. Поэтому для них намного легче здесь действовать, когда они обладевают телом какого-то человека. Поэтому они стараются это делать. Мы помним с вами, Иисус говорит, что нечистый дух изгнанный из тела человека ходит по пустынным местам, написано, не может найти себе покоя, а потом говорит, что давай я вернусь в то тело, в котором я был раньше. Иисус этот процесс описывает и описывает то, что да, он потом еще берет семь других, злейших себя и возвращается в тело, в котором он был. Почему он возвращается в тело, в котором он раньше был? Потому что без тела он чувствует себя неуютным, он чувствует себя слабее, то есть ему неудобно, когда у него нет тела. Вот это состояние, оно и называется бездна. Поэтому, когда мы с вами читаем про то, что сатане в определенный момент дан ключ от клади за бездну, то что такое, что он открывает бездну? И потом мы будем читать, что оттуда выходят определенные силы. Это значит, что эти силы это демоны, которые раньше не могли обладевать телами, а вот сейчас они начинают обладевать телами, то есть человечество переживает такой интересный момент, когда происходят массовые демонические манифестации, массовые воздействия нечистых духов на людей. Оно бывало всегда, но здесь оно происходит в каком-то другом масштабе. Мы с вами, когда читаем про саранчу, который выходит оттуда, становится очень так страшно и непонятно, что же здесь происходит. Написано в девятой главе, во втором стихе, я читаю дальше, «Она творила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Ну, мы с вами уже говорили про то, что это такое, когда помрачилось солнце, нету света, это затмевание ложными религиозными учениями истинного Божьего света. Это скрывание от людей Божьего слова истинного. Оно необходимо, по-видимому, для того, чтобы демоническим силам была возможность обладеть людьми. Потому что только после этого, то есть он открывается, сначала кладезь бездна, сначала идет атака демонических учений каких-то, и потом, после этих демонических учений, появляется саранча. Откровение 9.3. Из дыма вышла саранча на землю. Из дыма, то есть из этих учений, из ложных учений, то есть без ложного учения демоны не могут так просто завладевать людьми. То есть им необходимо что-то, за что можно зацепиться, что-то, что делает людей vulnerable, уязвимыми для этих демонов. И написано потом, вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Что это за власть, которые имеют земные скорпионы? Где еще мы Библию эту читаем? И что за символика скорпиона? В Луке 10 главе, 18 стихе и далее я читаю. Он же сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражий, и ничто не повредит вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Итак, что такое скорпионы? Что за силу имеют скорпионы? Это нечистые духи. То есть, это саранча, это нечистые духи. Поэтому говорят, что ей дана власть, которые имеют земные скорпионы. Интересно то, что Иисус здесь говорит, когда наступают духи вам повинуются. Он говорит, что вы имеете власть наступать на змеи и скорпионов, то есть духи вам повинуются. Он говорит, что это связано с тем, что я видел сатану, спадшего с неба как молнию. Видим ли мы это среди труп здесь? Да. Мы только что видели, что звезда, падшая с неба, то есть горячая звезда, горячая, падшая с неба, это полынь, она открывает кладезь бездны и оттуда выходит дым и скорпионы. Поэтому это в общем то же самое, на что указывает Христос, что я видел сатану, падшего с неба как молнию, то есть светящийся, падает с неба, и потом написано, но я вам даю власть над этими скорпионами, то есть над нечистыми духами. Иисус говорит, но не радуйтесь только тому, что духи повинуются вам, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Сатане дана вот эта власть, однако мы видим, что ее власть несколько ограничена, потому что и мы с вами читаем, что происходит. Это сатана имеет власть над теми, у кого нету печати Божией. печать Божия, мы о ней читаем в седьмой главе книги Откровения. Это печать, которая получает 144 тысячи. Итак, эта атака саранчи или скорпионов, она должна происходить тогда, когда Божий остаток или уже запечатлен, или процесс запечатления уже идет полным ходом. Потому что эти саранчи, то есть эти нечистые духи, имеют власть над людьми, за исключением тех, которые получили Божию печать. Мы с вами видим в этой книге Откровения, 9 глава, 4 стих. Сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьих на чувах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от Скорпиона, когда он ужалит человека. Итак, она не имеет власти атаковать Божьих людей, которые имеют Божьей печать. Как минимум, это те 144 тысячи, которые получили печать непосредственно перед этим. Мы с вами видели это в седьмой главе книги Откровения. Но она может мучить других людей. Интересно то, что губить, то есть убивать других людей, она не может, мучить. Есть ли что-то еще в Библии очень похоже на это? Когда какого-то человека можно было мучить, но нельзя было убивать? Да, мы с вами это читаем в опыте Иова. Иов, он жил почти четыре тысячи лет назад. И из-за Иова происходит некоторый спор у сатаны против Бога и сатане дается возможность атаковать Иова, но запрещено убивать его. И Иов страдает на протяжении какого-то промежутка времени. Мы с вами не знаем какой это промежуток времени, но из текста видно, что это больше, чем дни и даже больше, чем недели, но это меньше, но это не годы. То есть это сколько-то месяцев скорее всего. Мы не знаем точно, Библия не упоминает сколько это месяцев, но в книге мы видим ту же самую ситуацию. У врага есть возможность мучить, но нет возможности убивать. Это примерно то же самое, что здесь делают саранча и ее мучение подобно мучению от скорпиона, когда он ужалит человека. Но мы с вами уже видим, что скорпион это символика нечистого духа, поэтому когда он ужалит, это что такое? Это демоническая атака, то есть одержимость или какого-то другого характера демоническая атака на человека. Что за период 150 дней, то есть 5 месяцев? В Библии здесь упомянутся именно 5 месяцев. И интересно заметить, что в Библии есть принцип день за год, но этот принцип всегда фигурирует, когда упоминается день или когда упоминается год. Но мы никогда не считаем об этом принципе с упоминанием месяца. То есть упоминание месяца в Библии это буквальный месяц. То есть мы можем с вами понять, что 5 месяцев это буквальный 150 дней. Извините. 5 месяцев это буквальный 150 дней. Есть ли в Библии какой-то процесс, что-то, что происходило на протяжении 150 дней? Мы с вами отчитаем это в книге Бытие. В 7 главе, где описывается потоп, написано, что в течение 150 дней вода усиливалась на земле. Это Бытие 7.24. Вода усиливалась на земле 150 дней. То есть дождь там идет 40 дней. Мы знаем, вода усиливалась 150 дней, а потом почти год она спадала и земля высыхала. То есть весь процесс потопа он занял примерно год, но первые 150 дней это промежуток времени, когда вода усиливается. Что происходит при этом? То есть в течение 150 дней на земле погибают все, погибает все нечистое или страдает все нечистое и остаются невредимыми только божий остаток, те, которые в ковчеге. Здесь происходит что-то подобное, но в результате демонической атаки. Опять же страдают, но, как мы видим, не погибают, но только страдают все за исключением божьего остатка. В описании саранчи мы видим очень много слова подобной. Вот давайте читаем. Книга Откровения, там же 9 глава, начиная седьмого стиха. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленная на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее как лица человеческие, и волосы у нее как волосы у женщин, а зубы у нее были как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее как стук от колесниц, как множество коней бежит на войну. Сколько раз мы с вами как будто практически ничего нет настоящего, но все описывается как похожее на что-то. Во-первых, саранча написано, что подобно коням. К коне интересно, что во многих местах в Библии упоминается символика коней как символика духовных сил, каких-то ангельских сил. Если вы помните во второй книге царей, то это синодальный период, четвертая книга царств, когда пророк Елисей со своим учеником остается в одном месте и их окружает вражеская армия, пророк Елисей молится и говорит, я читаю в 6 главе, 4 книга царств, 6 глава, 17 стих, и молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Колесницы и кони огненные это ангельские силы, которые Господь там посылает для того, чтобы защитить Елисея от врагов. Следующие места мы видим несколько в книге Захарии, в 1 главе и в 6 главе пророка Захарии мы видим также коней, и они означают ангельские силы. Здесь, когда говорится, что саранча была подобна коням, это что может означать только? Это может означать, что саранча была подобна ангельским существам, или была реально ангельскими существами. Возможно, что это означает, что эта саранча выдает себя за божьих ангелов. Следующее, что мы видим, это то, что она выдает себя еще и за людей определенных типов. Здесь написано, что у нее золотые, как будто бы золотые венцы. Что означает как будто золотые венцы? Кто несет на себя золотые венцы? Это в книге Откровения говорится, что золотые венцы будут у божьих людей, божьего отставка. Те, которые победители, им золотой венец. Здесь у саранчи как будто золотые венцы тоже может означать только то, что она выдает себя за божьих людей, святых. Лица как будто лица человеческие, волосы как будто волосы как у женщин. Опять же, имперсионирует, то есть выдает себя за людей. Интересно то, что дальше в описании саранчи фигурируют хвосты. В книге Откровения 9 главе 10 стихи я читаю, у нее были хвосты как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Что означают хвосты вообще в пророческом языке и в Библии? В книге Исаия в 9 главе 15 стихе я читаю 9-15. Старицы знатно это голова, а пророк уже учитель есть хвост. Получается, что хвост может означать в фаллическом языке это ложного пророка или ложное пророчество. Другой интересный стих, связанный с этим, это тот самый дракон книги Откровения, то есть Сатана, написан в Откровении 12-4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Что там символизируют звезды, мы знаем, там же и написано, что это ангелы, третья часть ангелов, которых Сатана увлек за собой и в результате они стали падшими ангелами. Каким образом Сатана увлекает третью часть ангелов за собой? Через то, что он их обманывает, через то, что он им говорит, через то, что он их пророчествует. То есть это какое-то опять же ложное учение или ложное пророчество, которое производится и напрямую связано с тем, что мы видим в Исаии, где написано пророк, лжеучитель это хвост. Именно таким образом Сатана увлекает третью часть ангелов на небе через лжеучение и лжепророчество. И здесь эта же сила есть у этой саранчи. То есть эти демоны, падшие ангелы, которые выходят из бездны, то есть начинают обладевать людьми. И одно из манифестаций этого обладевания это лжепророчество, это появление ложных пророков. Написано, что эти хвосты имели жало, то есть этими хвостами они вредили людям, то есть через ложное пророчество происходит одно из атак на людей. Следующее это броня, брони ее были, мы читаем в девятой стихе, на ней были брони, как бы брони железные, а шум открыли в ее, как стук от колесних, как множество коней бежит на войну. Опять же символика войны и символика коней, то есть ангельская символика. Помимо всего, что происходит и что мы видим у этой саранчи как бы написано как будто, то есть не настоящая, но иллюзия, мы видим возможно всего пару настоящих вещей. Это вот эти крылья а потому, что мы знаем, что это падшие ангелы, то есть крылья, и царь. Написано царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-ебрейски Абадон, по-гречески Аполлион. Саранча настоящая царя над собой не имеет. Это известно не только из науки, но и из Библии. Там же где написано про саранчу, книги притчи 30 главе, мы читаем «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно». Это притча 30-27. У саранчи нет царя, у нормальной саранчи нет царя, но выступает она стройно. Здесь этот саранча над собой царя имеет. Имя ему по-еврейски Абадон, что означает Абадон означает разрушитель, по-гречески Аполлион, что похоже звучит на греческое божество Аполлон, однако в отличие от имени греческого божества Аполлон, здесь конкретно подчеркнут глагол Аполлия, Аполлия, что означает разрушать. То есть Аполлион это действительно перевод еврейского слова Абадон и действительно означает разрушитель. Почему здесь подчеркивается, что именно разрушить? Мы понимаем, что царь этой саранчи это сатана сам непосредственно. Здесь написано, что он разрушитель. Все действия этих демонов, они могут казаться, что они случайны, что они не скоординированы между собой, но мы должны понимать, что у всех этих проявлений есть один царь и в общем-то там внутри она выступает стройно, как написано про саранчу, то есть они все работают действительно в одном направлении. Мы с вами говорили о том, что об этой саранче написано, что у нее лица как человеческие и при этом она несет на себе золотые венцы. Здесь может быть указание на одну интересную вещь. То, что в последнее время Божий народ столкнется с проявлениями, с определенного рода проявлением демонического влияния, когда демоны выдают себя за умерших людей, пришедших так сказать, как в мире говорят, с того света. Мы читаем об этом, я сейчас хотел прочитать пару психов из Эллен Уайт, где она об этом говорит. В Great Controversy, то есть Великая борьба книги, 552-й странице и 560-й странице я читаю, «Ко многим нечистые духи явятся под видом умерших родственников или друзей и будут внушать их в самые коварные заблуждения, а мне будут взывать к нашим нежным чувствам и будут совершать чудеса, чтобы подтвердить свои притязания. Мы должны быть готовы встретить их библейской истинной, утверждающей, что мертвые ничего не знают, а явившиеся в их обличии суть в духе Бехсовские». В другом месте книга «Евангелизм», 604-й странице. «Ангелам зла нетрудно выдать себя за умерших святых или грешников и сделать их видимыми для человеческого глаза. Подобные явления будут встречаться по мере приближения конца времен». В Библии уже были случаи, когда демоны выдавал себя за умершего пророка. Правильно? Мы с вами помним, как минимум, случай с царем Саулом, когда он идет в колдунье для того, чтобы пообщаться с умершим пророком Самуилом. И мы с вами помним, к чему это привело. Мы с вами понимаем, что это не Божья рука была во всем этом. Апостолы по-видимому знают об этой возможности, потому что в Галатах в первой главе, в восьмом стихе мы даже читаем, «но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благосовествовали вам, да будет анатема». Он говорит о том, что как будто ангел с неба. В каком случае ангел с неба может говорить ложь? Только в том случае, если это падший ангел, то есть если это демон. Он говорит, что если бы и мы или ангел с неба, то есть вместе с этим ангелом, с демоном, падшим ангелом с неба, с этим демоном, он говорит «мы». Что может означать действительно, что если апостол будет ошибаться, а может означать, что какой-то демон будет выдавать себя за апостол, что вполне возможно, и что мы только что читаем у Эллен Уайт в книге «Эвенгелизм». Итак, в последнее время население Земли столкнется с тем, что когда вот этот абисс, то есть бездна будет открыта, и демоны будут иметь возможность выходить и воздействовать на человеческие тела или создавать иллюзию человеческого тела, люди столкнутся с, так сказать, массовым пришествием или умерших людей, или ангелов с неба, а умершие люди, это могут быть или умершие родственники, друзья, или святые прошедших дней, то есть святые из прошлого, которые будут нести какие-то учения. Мы должны понимать, что это одно из проявлений вот этой саранчи и дыма, который исходит из бездны. И после этого написано «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». «Отт